значит сила магнитов вот магнит упал у меня и получилось недостаточной магнитной энергии для удержания этого веса потому что здесь металлический фланец его конечно можно другим нужно другим делать это просто то что у меня был ну и скажем так мощность магнитов очень слабенько им уже по 30 лет а может и больше это из советской техники но сейчас я сделаю следующее я запущусь запущу систему мы посмотрим когда она становится то есть я хочу продемонстрировать эффект механического самозапитки с каком-то же энергии и почему это происходит буду постепенно объяснять значит каждый шарик представляет собой магнит в процессе вращения происходит перемагничивание шарика в связи с тем что материал неоднородный и происходит как бы постоянное смещение стенки блоха каждого шарик это вызывает поверхностные токи на поверхность на этих шарик токи взаимодействия с полем стационарного и вращающегося магнитного поля взаимодействия вызывают возникает сила ампера которая поддерживает вращение ну здесь сама настройка этой системы это не единственный вариант у меня есть и другие вы можете это все повторить это несложно повторить с более качественных материалов магнитов сердечников это просто демонстрирует что система рабочая даже в таком состоянии но скажем так далеко не идеально система система жизнеспособна если бы это было трение механическое без воздействия самозапитки скажем так магнитной энергии извне при таком скорости вращения ну уже скажем все остановилось это не инерция нет здесь не потока воздуха ничего хотя сопротивление воздуха происходит кроме того здесь есть алюминиевая стойка которая взаимодействует с магнитами какие-то минимальные токи возникают фуку ну подождем когда она становится еще раз повторяю мой опыт вы можете повторить легко сам в следующих видео я покажу другие варианты конструкции поле скажем так поле магнитное поле данной системы ну не сбалансировано это вы же понимаете это сделано на коленке все с первого с полтора раза если бы эта система этот принцип не работал то естественно эффекта этого не было как вы видите это не инерционные силы вращают ротор мне пришлось подыскать конечно подходящие взаимодействия магнитов то есть здесь разные